От Абу Муса, радия Аллаху ангу, сообщается, что он сказал. Однажды посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, встал и поведал нам о пяти вещах. Он сказал, воистину Аллах не спит и не подобает ему спать. Он уменьшает и увеличивает удел. Деяния ночи представляют ему перед совершением деяний дня. А деяния дня – перед совершением деяний ночи. Его завесой является свет, и если он уберет эту завесу, то сияние его лика непременно сожжет все, на что падает его взор. Привел Мусуль. Этот хадис считается одним из самых всеобъемлющих хадисов, касаемо знания об Аллахе, которое является главной составляющей этого хадиса. Некоторые ученые даже говорят, что этот хадис в Сунне подобен аят-уль-Курсии в Коране. Аят-уль-Курсии – лучший из аятов. А этот хадис – лучший из хадисов, или Сайид-уль-Ахадис, потому что он является одним из самых всеобъемлющих хадисов об Аллахе, Субханаху ва Тааля. Обрати внимание. Передавая этот хадис, Абу Муса говорит, что однажды посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям, встал и поведал им о пяти вещах. Из этого можно сделать вывод, что для изучения имен Аллаха и его атрибутов следует выделять отдельные самостоятельные уроки, потому что это является величайшей потребностью. Поэтому для изучения Аллаха, Субханаху ва Тааля, того, кем он является, следует выделять отдельные собрания и уроки. И то, что говорится в этом хадисе об Аллахе, является одним из самых всеобъемлющих среди всех хадисов. Далее пророк говорит, «Воистину Аллах не спит и не подобает ему спать. Он уменьшает и увеличивает удел. Деяния ночи представляют ему раньше деяния и дня, а деяния дня — раньше деяния и ночи. Его завесой, хиджабом, является свет. И если он уберет эту завесу, то сияние его лика непременно сожжет все, на что падет его взор». Шейх в разъяснении этого хадиса говорит, «Этот великий хадис включает в себя значение имен Аллаха «Аль-Хай» — живой, «Аль-Кайюм» — вседержитель, «Аль-Азим» — великий, и тот, который уменьшает и увеличивает удел». В этих словах автор как будто бы сравнивает этот хадис с аятом «Аль-Курси», так как некоторые ученые видят схожесть этого хадиса с аятом «Аль-Курси», который является самым великим аятом в Коране. «Аллаху ла илляха илляху аль-Хайюль-Кайюм» Далее говорит, что этот хадис является великим и включает в себе значение имен «Живой», «Вседержитель», «Великий» и «Тот, кто увеличивает и уменьшает удел», является беспристрастным в этом и разъясняет эти прекрасные качества. «Аль-Кайюм» — вседержитель — это тот, кто является самодостаточным, не нуждающимся ни в ком, однако в ком нуждаются все остальные творения. Он сотворил их, приводит их дела в порядок, оберегает их, управляет небесами и землей. На совершенство его самодостаточности указывает то, что он не спит и не подобает ему спать. Как об этом сказал Аллах в аяте Аль-Курси, «Аллах — нет Бога, кроме Него, Живого Вседержителя, им не овладевает ни дремота, ни сон». А в этом хадисе говорится, «Воистину Аллах не спит и не подобает ему спать». Это потому, что Аллах является совершенным со всех сторон и не имеет ни капли недостатка, тогда как сон является отдохновением от усталости и, когда человек спит, то не в курсе того, что происходит. Что касается Всевышнего Аллаха, то он не устает, не забавляется, и от его знания, зрения, слуха и контроля над делами творений не скроется даже мельчайшая частица ни на небесах, ни на земле. Он управляет делами всех творений и оберегает их по справедливости, по их заслугам и по своей мудрости. Поэтому он сказал, что он увеличивает и уменьшает удел. То есть, все, чем обладают творения, этим наделил их Аллах. И уменьшение и увеличение ризка не выходят за рамки беспристрастности и справедливости. Аллах не причиняет своим рабам несправедливости даже весом в мельчайшую частицу. А если поступок окажется благим, то он приумножит его и одарит от себя великой наградой. Он воздает благом и своей милости тому, кто совершил благое, и воздает злом по своей справедливости и мудрости тому, кто заслуживает этого. Все творения признают его мудрость и прославляют его хвалой. Он будет судить между творениями в судный день абсолютно беспристрастно. И все творения станут произносить прославление и хвалу в его адрес, как об этом сказал Всевышний Аллах. Между ними рассудят по справедливости, и будет сказано «Хвала Аллаху, Господу миров». Даже мученики ада будут признавать справедливость Аллаха и проявление несправедливости именно ими самими, как об этом сказал Всевышний. Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их «Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?» Они скажут «Конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали «Аллах ничего не ниспосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении». Они скажут «Если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени». Они признаются в своем грехе «Прочь же обитатели пламени». Это и есть признание ими совершенства справедливости Аллаха и что они сами были несправедливы, совершали грехи и заслужили эти мучения и пребывания в огне. Также из совершенства Всевышнего то, что Он дает творениям то, что они заслужили своими добрыми или плохими деяниями, и что эти деяния представляются Аллаху в надлежащее время. Так, деяния прошедшей ночи поднимаются Ему перед деяниями дня, а деяния прошедшего дня поднимаются Ему перед деяниями ночи. Эти деяния поднимают к Аллаху хранители ангелы, которые находятся рядом с людьми и чередуются друг с другом. То есть ангелы ночи и ангелы дня меняются. Они пересекаются во время утренней молитвы и во время послеполуденной молитвы. Ангелы ночи спускаются в начале времени после полуденной молитвы и остаются вместе с ангелами дня, пока не завершится эта молитва, а затем сменяются. Также и с утренней молитвой, как об этом говорится в достоверном хадисе. Это является милостью Аллаха к людям, что ангелы остаются с ними до завершения молитвы, затем только поднимаются к Аллаху. Поэтому, когда Господь спрашивает ангелов, при этом зная ответ на свой вопрос, «Чем были заняты мои рабы, когда вы покинули их?», они отвечают, «Они молились, когда мы пришли к ним, и молились, когда мы ушли от них». Всевышний и Великодушный Аллах делает так только из-за того, чтобы восхвалить их, проявить к ним щедрость и благословить их. Всевышний Аллах сказал, «Он тот, кто благословляет вас, и его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету». Воистину Аллах сострадателен и милосерден к вам. Слова пророка, саллиллаху алейхи ва салям, «Деяния ночи представляют ему перед началом деяний дня, а деяния дня перед началом деяний ночи указывают на совершенство его управления делами творений и оберегания их, и что деяния раз за разом поднимаются к нему». То есть, «Деяния ночи представляют ему до совершения деяний дня, а деяния дня – до совершения деяний ночи». Этот хадис разъясняет другой хадис, на который указал автор из двух достоверных сборников, где говорится, что ангелы дня и ночи чередуются два раза, встречаясь во время утренней и после полуденной молитв. Когда они поднимаются к Господу, Он спрашивает их, при этом лучше их знает об этом, «Чем были заняты мои рабы, когда вы покинули их?» И ангелы отвечают, «Они молились, когда мы пришли к ним, и молились, когда мы ушли от них». То есть, когда мы пришли к ним во время утренней молитвы, они молились. И когда покинули их во время послеполуденной молитвы, они также молились. Также во время этой молитвы спускаются другие ангелы и поднимаются только в утренней молитве, то есть ангелы ночи. И они также говорят, что когда пришли к ним во время послеполуденной молитвы, они молились, и когда уходили от них во время утренней молитвы, также молились. Во время этих двух молитв ангелы меняются. Одни спускаются к людям, а другие поднимаются. Когда они поднимаются во время двух молитв, то поднимаются к Аллаху вместе с деяниями творения. Блажен тот, кому Аллах помог совершать молитву в эти времена. Ведь он находится в таком великом благе и обретает такое достоинство, что ангелы говорят о нем. Они молились, когда мы пришли к ним, и молились, когда мы ушли от них. Что тогда можно сказать о том, кто спит во время этих молитв? Или занят торговлей и работой во время этих молитв? Более того, занят забавой или грехами. Они, несомненно, не удостаиваются этих благ. Они молились, когда мы пришли к ним, и молились, когда мы ушли от них. Они не среди этих молящихся. Поэтому милостью Аллаха для раба является его нахождение вместе с молящимися, когда ангелы поднимаются к Аллаху и сообщают ему о нем и о других молящихся, что они молились. Они поднимаются во время молитвы. Аллах, и это большая милость, если Аллах помог своему рабу соблюдать своевременно молитву вместе с молящимися. Аллах говорит этим ангелам, «Чем были заняты мои рабы, когда вы оставили их?» И ангелы отвечают, «Они молились, когда мы пришли к ним, и молились, когда мы ушли от них. А те, которые спят или забавляются в это время, лишаются этого блага, которое многократно повторяется». Поэтому подобные хадисы о вере оказывают огромное воздействие на поклонение раба, когда ты чувствуешь это благо, когда ангелы поднимаются с деяниями. Во время молитвы Асар, которую мы совершили недавно, ангелы также поднимались к Аллаху, как об этом сообщил пророк, салюллаху алейхи вассалям. Человек получает от таких хадисов большую практическую пользу. «Ни в коем случае не будь среди тех, кто лишен этого блага». Их нет среди тех, о ком ангелы говорят, «они молились, когда мы пришли к ним, и молились, когда мы уходили от них». Они лишены этого огромного благословения и преимущества. Обрати внимание на эту пользу. В разъяснении этого хадиса шейх говорит, «Всевышний и великодушный Аллах делает так только из-за того, чтобы восхвалить их, проявить к ним щедрость и благословить их». Аллах и так знает, что они молились в это время. Однако с целью их восхваления, возвеличивания их степеней и благословения, Всевышний спрашивает о них у ангелов, несмотря на то, что Он и так знает об этом. Каким образом Аллах благословляет своего раба? Он восхваляет их среди ангелов. «Чем были заняты мои рабы, когда вы оставили их?» Аллах знает об этом. Однако Он хочет этим вопросом возвысить их положение и упомянуть их в высшем сонме. Как об этом также приводится хадис от Муавии в «Сахих Муслим», который сказал, «Однажды вышел к нам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, когда мы сидели с некоторыми сподвижниками в мечети, и спросил нас, «По причине чего вы здесь сидите?» Мы ответили, что сидим, поминая Аллаха, и благодарим Его за те милости, которыми Он одарил нас. Затем Он спросил, «То есть вы здесь сидите только по причине Аллаха?» Мы ответили, «Клянемся Аллахом, мы здесь сидим только по причине Него». Затем Пророк сказал, «Валлахи, я удостоверился об этом только из-за того, что ко мне пришел ангел Джибраиль и сообщил, что Аллах хвалит перед ангелами, присутствующих на этом собрании, и упоминает им об их достоинствах». То есть это упоминание Аллахом раба в высшем сонме является восхвалением и возвышением степени раба, который является искренним в своих делах и должным образом соблюдает своевременное чтение молитв, чтобы не лишиться этого великого блага, преимущества и достоинства. Просим Аллаха благополучия». Шейх Рахматуллахи Алейхи сказал, «Затем завершил хадис упоминанием совершенства величия Аллаха, его благородства, его власти и владения, сказав, «Его завесой является свет, и если он уберет эту завесу, то сияние или свет его лика непременно сожжет все, на что падет его взор». Имеется в виду, по причине его красоты, величия и великолепия сожжет все, на что падает его взор, то есть вся вселенная и все миры, потому что нет ничего, что не ведает Аллах своим знанием, зрением и слухом. И если он снимет эту великую завесу, то абсолютно все творения будут сожжены, потому что ничто из этого не может устоять от этого величия. Поэтому, когда Муса, алейхи саляту ассалям, попросил Господа дать ему возможность увидеть его, Господь ответил, «Ты не увидишь меня». То есть, «Ты не в силах увидеть меня и не устоишь от этого». Когда же Господь его показался горе, то разбил ее в дребезги и превратил в песок, а Муса упал без сознания, как сказано в аяте. Поэтому более правильным мнением является то, что наш Пророк, салиллаху алейхи ва салям, не видел своего Господа в этом мире. Однако между ним и его Господом был свет, о чем упоминается в хадисе Абу-Зарра в достоверном сборнике, когда он спросил о посланник Аллаха, «Видел ли ты своего Господа?» Он ответил, «Там был свет, как же я мог увидеть его?» Когда же Аллах одарит обитателей рая великими способностями и совершенной жизнью, они будут в состоянии увидеть своего Господа. В данном хадисе говорится, во-первых, о сотворенном свете, который является завесой между Аллахом и его творениями. Что касается света, который является одним из качеств Аллаха, о чем сказано «Сияние его лика непременно сожжет все, на что падет его взор», то здесь речь идет о красоте, величии и великолепии лика Аллаха. Аллах является светом, и его завесой является свет. Вера в Аллаха и знания о нем также являются светом в сердцах. Также его писание и его посланник являются светом. Шейх имеет в виду, что в хадисе упомянуты два света. Во-первых, сотворенный свет, о котором сказано «Его завесой является свет», и второй свет, который является качеством Аллаха, о котором сказано «Сияние его лика непременно сожжет все, на что падет его взор». Сияние его лика, то есть свет его лика, сожжет все, на что падет его взор, то есть сожжет всю Вселенную и все миры. Если Аллах откроет эту завесу, то от света его лика все это будет сожжено. Кто-то может спросить, как же тогда в день воскресения можно будет увидеть Аллаха? Ведь сказано, знаете, что вы не увидите своего Господа, пока не умрете. Ответ состоит в том, что сила и способности людей, которыми Аллах одарит их в раю, отличается от их силы и способностей в этом мире. Очень сильно отличается. Если хочешь узнать, насколько оно отличается, то посмотри на то, как долго люди будут стоять в сутный день на месте сбора. Сколько они там будут стоять? 50 тысяч лет. Солнце будет приближено к творениям. Не будет ни тени, ни кондиционеров, ни домов, ничего вообще. Не будет между людьми и солнцем такого расстояния, как сейчас. Солнце будет приближено к творениям. И они будут стоять там 50 тысяч лет без какой-либо тени, воды и так далее. Как же они будут стоять в сутный день? Если такое случится в этом мире, то люди сразу же умрут за день, два или три. А там 50 тысяч лет. Поэтому сила и способности этого мира и мира вечного отличаются. Как со стороны наслаждения, так и со стороны мучения. Поэтому Аллах сделает способности и физические возможности людей такими, что они будут в состоянии увидеть своего Господа. Более того, это будет самой лучшей милостью и наслаждением обитателей рая. Поэтому в сахихе муслим сообщается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах спросит обитателей рая, хотите ли вы что-нибудь еще?» Они ответят, «Разве ты уже не обелил наши лица? Не ввел нас в рай и не спас от огня?» И тогда Аллах откроет свою завесу, и обитателям рая не будет даровано ничего лучше, чем смотреть на своего Господа. Обратите внимание, в первом хадисе, если Аллах откроет завесу, то что случится? Сожжет все творения. А во втором хадисе, если откроет завесу, то не сожжет, а наоборот, это будет самым лучшим наслаждением обитателей рая. Все дело в том, что Аллах одарит их такой силой, способностью и физическими возможностями, которые позволят им смотреть на Аллаха, и не будет у них ничего лучше, чем это. Просим Аллаха из его милости. Далее он говорит, рахимуллах, «Знай, что вера в Аллаха и знания о нем не будут полноценными, кроме как с тремя вещами». Во-первых, это знание имен, атрибутов и действия Аллаха на основании Корана и Сунны, понимая их смыслы. Во-вторых, принятие и признание их так, как подобает величию Аллаха без уподобления творениям, без представления образа этого, без отрицания и без аннулирования чего-либо из имен и атрибутов. В-третьих, покорность Аллаху как внешне, так и внутренне, подчинение Ему, веруя в Его известия, выполняя то, что Он велел, и сторонясь того, что Он запретил. Эти три пункта крайне важны. Каждый мусульманин обязательно должен позаботиться об этих пунктах, связанных с верой и знанием об Аллахе, которые не будут полноценны без этих трех пунктов. Во-первых, это знание об Аллахе, знание о Его именах, атрибутах и действиях, которые достоверно установлены из Корана и Сунны, а также понимание смысла всего этого. Во-вторых, это признание и принятие того, что содержится в первом пункте. В-третьих, это покорность и подчинение, потому что каждое имя и каждый атрибут Аллаха требует покорности Ему, что является следствием веры в Аллаха. Поэтому проявляй усердие в повиновении Аллаху. Итак, эти три пункта – знание, затем признание и принятие, затем покорность и подчинение Аллаху. Автор Рахимхуллах сказал, сообщается от Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Десница Аллаха полна, ночью и днем обильно изливаются Его милости, и при этом ничего из них не уменьшается». Разве вы не видели, сколько уже расходовал Аллах с тех пор, как были созданы небеса и земля? Воистину, это ничего не уменьшило из Его десницы, а справедливость и беспристрастие в Его другой руке. Он уменьшает и увеличивает удел. Передается в обоих достоверных сборниках. Этот хадис указывает на широту Его милости, на совершенство Его справедливости и также на утверждение у Аллаха двух рук. Всевышний описывается этим атрибутом так же, как и другими атрибутами, обладающими абсолютным совершенством. Одни атрибуты Аллаха величественнее других, так же, как ничего не подобно сущности Аллаха, не подобно и Его атрибутам. Кто станет отрицать что-либо из атрибутов Аллаха, думая, что это приводит к уподоблению творениям, тот совершает нелепую ошибку. Воистину, атрибуты являются такими же, как и описываемый этими атрибутами объект. И кто отрицает что-либо из утвержденных атрибутов, тот ошибается и Его слова неверны. Обрати внимание на важное правило, касаемо атрибутов Аллаха, о котором упомянул шейх, обладающий отличными знаниями о правилах и основах. Он говорит, что атрибуты являются такими же, как и описываемый этим атрибутом объект. Это правило. То есть, если, например, Аллах описывается таким атрибутом, как рука, то этот атрибут является таким же совершенным, как и сам Господь. И все другие атрибуты, которыми Он обладает, так же совершенны. И в них нет абсолютно никакого недостатка. Между тем, если мы говорим о руке людей, то по причине неполноценности и несовершенности описываемого объекта, их руки также являются неполноценными и несовершенными. То есть, атрибут следует за описываемым объектом. Поэтому все, чем описывается Аллах, обязательно является совершенным. А все, чем описываются творения, обязательно имеет недостатки. Поэтому, если человек приписывает Аллаху какой-либо атрибут так, как это свойственно творения, то он совершает уподобление Аллаха творением. А если приписывает ему этот атрибут так, как подобает величию и совершенству Аллаха, то это и есть правильное утверждение атрибута. Поэтому из проявлений единобожия, когда человек описывает Аллаха так, как он сам себя описал, и так, как описал его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Итак, это правило является очень важным. Атрибут следует описываемому объекту. Поэтому все, чем описывается Аллах, обязательно является совершенным, а все, чем описываются творения, обязательно имеет недостатки. И все, что приписывается Аллаху, приписывается так, как это подобает его величию и совершенству. Автор, рахимауллах, сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал в этом хадисе на широту богатства и щедрости Аллаха, и что со времен сотворения людей он одаривает их всех в полной мере разнообразными милостями, и благами, которых не сосчитать. Он не оставляет без внимания даже мельчайшую частицу, одаривая своими милостями. Потому что Аллах описывается великодушием, щедростью, богатством. И все богатства миров находятся в его руках, и он единолично управляет ими. Если же он пожелает что-либо, то стоит ему сказать «Будь», как это сбывается. Невозможно, чтобы что-либо уменьшилось из его богатства. Аллах обладает великой милостью. То же самое касается других качеств, как его знания, речь, сила, мудрость и другие качества. Если знание Аллаха сравнить со знанием творений от самого первого до самого последнего, то это подобно сравнению моря и того, насколько уменьшается вода в океане, если оттуда станет клевать птичка, как об этом сказал Хидр Муси, алейхи саляту вассалям. Также на совершенство богатства и самодостаточности Аллаха указывают его слова в хадису ль-кудси. «О, мои рабы! Если первые и последние из вас, как люди, так и джинны, как молодые, так и пожилые, соберутся в одном месте и попросят меня обо всем, что пожелают, и я дарую каждому то, что они попросят, то это уменьшит из моего владения столько, сколько уменьшает воду в океане игла, которая опущена в него». Привел муслим. Если Аллах сообщил нам непосредственно Сам или через Пророка о широте своего богатства и щедрости, то это включает две вещи. Во-первых, необходимость знания об этих качествах Аллаха, что является величайшей потребностью и наилучшей целью. Во-вторых, все большее желание того, что есть у Аллаха из милости, и постоянная просьба у Него того, что нам требуется для религии и для мирского. Это на самом деле очень ценная польза. То есть, если Аллах сообщил нам Сам или через Своего Пророка о широте своего богатства и щедрости, то это приводит к двум вещам. Во-первых, чтобы мы знали об этом качестве Всевышнего. Во-вторых, чтобы стремились к милости Аллаха, сильно желали этого, проявляли покорность Аллаху, нуждались в Нем и спрашивали именно у Него. Всевышний сказал «О люди, вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах богатый, достохвальный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова